Добрый вечер, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас всё ещё 20 декабря 2023 года, среда. Местное время 22 часа 48 минут, киевское и московское 0 часов 48 минут. Я продолжаю чтение глав или материалов из книги профессора Сергея Сергеевича Корсакова под названием «Курс психиатрии». Третье издание, переработанное частично самим автором, том 2, Москва, 1913 год. Глава называется «Психоз в форме навязчивых идей» или «Паранойя абортива» по номенклатуре Вестфаля. Вестфаль – немецкий психиатр, впервые описавший в деталях подробно обсессивное расстройство, или «Психоз в форме навязчивых идей» или «Паранойя абортива» по номенклатуре Вестфаля. «Психоз в форме навязчивых идей» или «Паранойя абортива» или «Психоз в форме навязчивых идей» или «Паранойя абортива»? Так называется тот вид психического расстройства, при котором на первый план выступают навязчивые идеи и соответствующие им действия. Мы знаем, что как навязчивые идеи, так и непреодолимые стремления вообще бывают у дегенерантов довольно часто, но в некоторых случаях они господствуют над всеми другими симптомами и составляют единственное бросающееся в глаза явление. О том, что называют навязчивыми идеями и как они проявляются, мы уже подробно говорили в общей части, страница 134 и следующая. Здесь я напомню только, что почти всегда то явление, которое мы называем навязчивой идеей, не есть только идея, а довольно сложный акт, в котором, кроме навязывающейся сознанию мысли, мы можем найти и аффективное состояние и побужение. Возьмем для примера одно из наиболее частых явлений, относящихся к категории навязчивых идей – боязнь, прикосновение. Дело при этом происходит так, едва больной коснется до какой-нибудь вещи, до которой, по его соображениям, нельзя касаться, как у него является мысль. Я коснулся до нечистого предмета. Нечистота перейдет на меня. Это вызывает аффективное состояние, чувство тоски, страха, беспокойства. Чтобы уничтожить это чувство, больной должен освободить себя от нечистоты. Он бросается мыть руки и моет до тех пор, пока у него не явится ощущение удовлетворения. Иногда для этого довольно только сполоснуть руки. Иногда же нужно раз двадцать намылить их. Если больной не вымоет рук, он мучится. Точно он совершил преступление. Таким образом, мытье рук является здесь действием успокаивающих аффект. Итак, анализируя те психические акты, которые происходят, при навязчивых идеях мы находим, что здесь есть первая мысль, которая является самостоятельно или при каких-либо условиях, например, при прикосновении. Затем второе – аффекты, тоска или страх. И, наконец, третье действие, потребность которого вызывается аффектом и достигает степени непреодолимого стремления. Эти три компонента мы находим почти во всех навязчивых идеях. Причем, однако, значение каждого отдельного компонента несколько меняется. Иногда на первом плане стоит мысль, иногда аффект, иногда непреодолимое стремление. Что касается мысли, которая бывает при навязчивых идеях, то большей частью это какая-нибудь гипотеза, какое-нибудь предположение, хотя и не основательное, но имеющее для больного такое значение, что делаться от него не может. Так, при боязни, прикосновении этой мыслью бывает гипотеза о возможности передачи сипилитического яда через предмет или о возможности передачи какой-нибудь нечистоты. Часто больной доказывает себе всевозможными способами неверность этой гипотезы, но никак не может не податься ей. И как только он совершает что-нибудь, чего не должен совершать по этой гипотезе, у него сейчас же является чувство страха и ужаса. Второй акт – аффективное состояние. Это и есть обычный аффект страха или тоски, а потому при этом бывает и характерное для этих аффектов расстройство в течение идей и характерные явления физические, чувство стеснения в груди, замирание сердца, слабость в ногах. Третий акт – действие. Имеет значение очистительного акта, освобождающего человека от неприятного чувства. Какое это действие? Это в различных случаях бывает различным. Иногда оно логически вытекает из той мысли, которая тревожит больного, например, мытью рук. Есть естественные последствия представления о нечистоте. Иногда же отношение этого действия к мысли совершенно странное, случайное. Это просто ряд каких-то движений по внешности, бессмысленных и странных, но имеющих смысл для больного, так как только этим рядом движений он освобождается от неприятного чувства. Таково, например, поколачивание по столу, перевертывание предметов в пальцах определенное число раз. Ритуальные действия. Иногда эти движения очень сложны, продолжительны, составляют целый культ навещивой идеи. Я знал одну даму, которая страдает навязчивой идеей, что она умрет, если при начале каждого дела не выполнит известного ряда действий. И вот, когда к ней кто-нибудь подходит здороваться, она непременно должна проделать целый ряд сложных актов. Она прыгает через пороги и по порядку осматривает все образа и ощупывает на себе целый ряд символических брелоков, щепчет несколько молитв, производит руками действия, которые должны заменить крестное знамение. И только проделав все это в строго определенном порядке, может протянуть гостю руку, иначе с ним говорить о посторонних предметах. И это делает почтенная дама высшего круга, вполне сознающая, как неудобно перед гостем проделывать всю эту процедуру и по отношению к остальному сохраняющая, полную рассудительность и умение себя держать. Содержание навязчивой идеи и вызываемое ею действие, как мы уже видели, смотри страницу 135, бывает очень разнообразным. Хотя суть дела не в содержании, а в самом процессе, но все-таки в психиатрии, употребляются различные термины для обозначения различных, относящихся сюда, категорий явлений. Так, болезненное мудрствование, грюбельзухт, грюбельзухт, немецкое слово, есть название такого состояния, когда больного, навязчиво преследуют неразрешимые и совсем ненужные вопросы. Хульными мыслями называются кощунственные, навязчивые идеи или циничные мысли, неотвязчиво преследующие во время молитвы или при виде икон или мощей. Ономатоманией называется навязчивая потребность припоминать имена, названия улицы, названия домов, производить различные сочетания имен и слов или наклонность связывать с некоторыми именами и словами особенные, крайне волнующие представления. А ритмоманией называется такое состояние, при котором навязчивые идеи соединяются с числами. То это наклонность придавать особое значение некоторым числам. Болезненный страх чисел. То это навязчивая потребность производить различные действия над числами, считать окна на улице, производить ненужные вычисления, например, о том, сколько верст ежедневно пробегают все локомотивы земного шара. Общим названием болезненные сомнения или фолия ДУ-ДУ-ТЭ называется болезненная неуверенность в правильности того или другого совершенного акта. Есть, например, больные, которым постоянно кажется, что они что-то потеряли, что заставляет их вставать с места целые часы, обшаривать все уголки сиденья, чтобы убедиться, что они ничего не забыли. А давать деньги для некоторых из таких больных ужасная мука. Они никак не решаются выпустить бумажку из своих рук. Постоянно сомневаются в верности отдаваемой суммы. Бой из неострых предметов называется постоянное опасение навредить себе какими-нибудь острыми предметами. Так, например, страх является при мысли о булавках. Причем некоторые постоянно мучатся предположением о возможности подавиться булавкой, вследствие чего едят с величайшей осторожностью. Другие боятся уколоться булавкой и постоянно осматривают свое платье и стулья с целью убедиться, не попалась ли булавка. Некоторые боятся ножей, так как у них при этом является мысль о возможности зарезаться соединенное с побуждением сделать попытку в этом роде. Боязнь прикосновения делири дутоуча обуславливается навязчивой мыслью о возможности через прикосновения войти в общение с чем-нибудь нечистым, заразиться болезнью. Боязнь площадей или боязнь пространства агорофобия выражается в крайнем страхе при попытке переходить площади и другие открытые места. Иногда это же чувство бывает напротив тесном. Кляустрофобия иногда соединена с каким-нибудь определенным местом. Топофобия например когда священник или диакон испытывает почти неопредалимый страх при входе на амвон. Перечислив все виды навязчивых идеи бывающих при том психозе который мы теперь разбираем нет возможности так как с каждым днем описывается новые самые курьезные формы этого расстройства приведенных указания я полагаю достаточно для того чтобы узнать и отметить это явление в каком бы виде его не пришлось нам встретить отношение навязчивых идей к остальному содержанию душевной жизни не всегда одинаково иногда они хотя и интенсивны но не вполне заполняют сознание дают больному исполнившему известный культ для устранения аффективного состояния вызываемого их появлением возможность заниматься своим делом в других же случаях они беспрерывно преследуют сознание человек не может ни о чем думать как только о том как бы избегнуть аффективного состояния все его время уходит на исполнение того что нужно для устранения аффективного состояния вызываемого навязчивой идеей в большинстве случаев больные сохраняют сознание вполне ясно многие понимают все бессмысленно своего поведения но не в состоянии себя исправить многие чрезвычайно совестятся своих предрассудков как они их называют даже и врачу о них не говорят из физических признаков почти всегда существуют какие-либо явления физической стороны неврастынии и психические и физические признаки дегенерации течение болезни описанные явления развиваются не всегда одинаково у некоторых больных они являются эпизодически существует несколько времени несколько месяцев или лет а потом исчезают чтобы через несколько времени снова явиться у других они существуют только в некоторые периоды жизни так у очень многих невропатических субъектов эти часто встречающиеся болезненные религиозность проявляющиеся в потребности молиться особенно долго и особенно внимательно она проявляется между 10-13 годами и продолжается лет до 18 у женщин навязчивые идеи и потребность бывает иногда в течение нескольких месяцев беременности и затем проходит но иногда психоз с навязчивыми идеями проходит всю жизнь в таких случаях еще в раннем детстве заметны признаки болезни выражающиеся в особенной склонности придавать значение приметам некоторым числам например 3 13 некоторым дням недели в периоде полового развития бывает болезненное стремление стоять подолгу на молитве старание особенно ясно представить себе слова молитвы рядом с этим бывает болезненное мудрствование или болезненные религиозные сомнения очень мучащие больного это первый период когда наклонность к навязчивым идеям уже резко заметна но еще не определилась какое содержание навязчивые идеи явится явится господствующим по истечении нескольких лет начинается второй период какое-нибудь совершенно случайное обстоятельство может вдруг сделать какую-нибудь мысль господствующей и она уже определяет все дальнейшее содержание навязчивых идей так например больной испугался увидав в вагоне кона железной дороги человека лишенного носа и вот у него является мысль о возможности заразиться сифилисом и он крайне боится коснуться не только руками но даже и своим платьем предметов относительно которых он не уверен в полной их чистоте болезненная идея заполняет сознание и заменяет все другие желания и интересы до поры до времени больной изобретает разные приемы чтобы успокаивать себя избавлять себя от неприятного чувства например мытьем рук педантичной аккуратностью в одежде и давать себе возможность поддерживать свои прежние житейские отношения но по истечению нескольких иногда десятков лет эта борьба становится невозможной и навязчивая идея окончательно заполняет больного тогда болезнь вступает в третий период в этом периоде молю весь под властью идеи каждое его движение каждое слово вызывает угнетающую его мысль и последовательное мучение так что он окончательно удаляется от людей сидит неподвижно в своем углу боясь пошевелиться часто боясь сказать хотя какое-нибудь слово интеллект нередко остается и в это время довольно сильным больной нисколько не слабоумен но он не может проявить своего интеллекта так как навязчивая мысль им окончательно овладела нужно впрочем прибавить что иногда за несколькими годами существования навязчивых идей развиваются и настоящие бредовые идеи поддерживаемые псевдогалюцинациями или настоящими галлюцинациями в таких случаях можно говорить о посложнении психоза с навязчивыми идеями помещательством в тесном смысле слова обыкновенно при этом можно заметить и признаки слабоумия но я вам сразу же хочу пояснить такие случаи вот это по сути дела неправильно диагностированные вот или не вовремя диагностированные или ошибочно диагностированные значит вначале обсессивная расстройство на самом деле это была шизофрения иногда впрочем течение упорных форм психоза с навязчивыми идеями не так неблагоприятно случается в виде больных у которых хотя навязчивые идеи остаются но они теряют свою напряженность благодаря тому что с течением времени больной сумеет выработать какой-нибудь особый способ какой-нибудь особый но простой культ которым он себя и успокаивает и теология психоз с навязчивыми идеями развивается у субъектов невропатичных дегенерированных некоторые психиатры считают навязчивые идеи несомненным указанием на дегенеративность больного однако нельзя никак отвергать изначение неврастынии повод для появления болезни служит по большей части появления неврастынии а той или другой причины поэтому производящими моментами болезни может быть малокровие истощение прикормления ребенка после родов после острых болезней переутомления одной из самых частых причин бывает анонизм и другие неправильности половой жизни диагностика болезни нетрудна когда больной сам высказывает то что он испытывает но некоторые больные стесняются высказываться в таких случаях можно иногда узнать болезнь по тем странным поступкам которые производят больные но по некоторым особенностям их манер манер как например боящиеся прикоснования прикосновения держат свои руки особенным образом кожа их рук отмытья похоже на кожу рук прачек отличием психоза с навязчивыми идеями от хронической паранойи служит то что при психозе с навязчивыми идеями больные часто вполне ясно сознают неосновательность мучащих их идей при паранойи же существует уверенность верности ложных идей очень важно для лечения определить условия развития болезни причины обусловливающие неврастению общее состояние организма состояние половой сферы предсказания не всегда одинаково в иных случаях как я говорил навязчивые идеи суть только временное явление но очень часто они остаются на всю жизнь лечение при лечении прежде всего нужно иметь ввиду причины болезни и удаление всех условий могущих поддерживать неврастению в одних случаях будет полезно лечение малокровия питательной пищей железом мышьяком в других отдых от занятий путешествия морские купания водолечения и симптоматических средств полезно употреблять бромистые препараты особенно с хинином человек пользующийся авторитетом в глазах больного обладающий тактом и пониманием душевного состояния его может очень помочь ему отделываться от различных идей научить побеждать их тем или другим способом иногда оказывает очень существенную пользу гипнотическое внушение вторую форму являющаяся от сочетания неврастынии с некоторыми дегенеративными особенностями составляет ипохондрия но про ипохондрия я скорее всего да нет сейчас и зачитаю ипохондрия ипохондрия ипохондрические психозы ипохондрия называется такая болезнь которая выражается чрезмерным страхом за свое здоровье сосредоточением внимания на представлениях относящихся к особенному здоровью и наклонностью приписывать себе болезни которых нет сделается у больного страдающего ипохондрия запор сейчас же у него является мысль нет ли уже непроходимости кишечника вопрос и уже ему кажется что он слышит запах кала изо рта сделается небольшой насморк а ему представляется что это озена заболит голова ему кажется что настанья наступает воспаление мозга болезнь характеризующаяся этими явлениями известна очень давно и причисляется одними к нервным болезням другими психическом те врачи которые причисляют ее к нервным болезням выделяют ипохондрию как особый невроз стоящий наряду с истерией и эпилепсией анализ явлений наблюдаемых у ипохондриков заставляет признать что чаще всего ипохондрия развивается под влиянием неврастыни у лиц у которых существует выраженная или приобретенная наклонность к тому чтобы их сознание было односторонне занято идеями и чувствованиями имеющими отношения к собственному здоровью эта особенность психической организации составляет основное явление при ипохондрии которое есть по-видимому одно из проявлений аномалий влечений столь обычных для дегенеративной психопатии а потому ипохондрический склад психической жизни можно считать за выражение дегенеративной психопатической конституции если при существовании этого ипохондрического склада человек заболеет хотя бы легкой формой неврастынии сейчас же явления неврастынии войдут в связь с ипохондрическим направлением идеи и чувствований и явятся резко выраженные симптомы ипохондрии состоящие из комбинации симптомов неврастынии страха гиперэстезии общего чувства и дегенеративного склада психической жизни непреодолимое влечение обращать внимание на все испытываемые ощущения влечение думать только о болезни мысль о своем здоровье преследует ипохондриков почти постоянно они постоянно прислушиваются к ощущениям исходящим из их внутренних органов и обращают внимание на каждое явление хотя бы самое ничтожное относящееся к их здоровью внимательно следят за своей мочой испражнениями и тому подобное вследствие постоянного односторонне напряженного внимания и вследствие гиперэстезии общего чувства обыкновенно бывающие у таких больных у них то там то здесь является какое-нибудь ощущение или боль а раз появляется в сознании больного какое-нибудь ощущение относящееся к внутренним орган то вслед за этим следует мысль о болезни известно что в нормальном состоянии человек получает ощущения от своих внутренних органов от желудка кишечника сердца но эти ощущения обыкновенно настолько интенсивны что не дают раздельных для каждого органа ощущения а сливается вместе и ощущается как совокупность жизненных чувствований эта совокупность жизненных чувствований лежит в основе того что мы называем самочувствием в нормальном состоянии самочувствие является у человека в форме физического благосостояния или здоровья так прошу прощения должен принять таблетки от давления так по счету раз два три четыре пять шесть семь восемь все надо контролировать уже я часто говорю больным лечение или здоровье это тяжелый труд это вовремя принять таблетки не забыть не забыть принять все таблетки позаботиться о том чтобы всегда были дома таблетки вот а не так значит открываешь упаковку а там последняя таблетка пока пойдешь по рычу пока получишь рецепт пока получишь медикамент проходит несколько дней разгильдейства и так далее и тому подобного и так продолжаю отсюда видно что человек в состоянии здоровья обыкновенно не чувствует своих органов в отдельности если же он начинает чувствовать или свой желудок или свое сердце то это нарушает гармонию здорового самочувствия и вызывает и вызывается чувство нездоровья болезни так как отдельное сознательное отдельные сознательные ощущения эти органы дают только тогда когда заболевают когда вследствие болезненного процесса нервы распределяющиеся в них раздражаются раздражаются сильнее обыкновенного таким образом появление отдельных ощущений от какого нибудь из внутренних органов служит для человека сигналом заболевания этого органа и человек привыкает на основании подобных ощущений считать себя больным у ипохондриков эти ощущения эти сигналы заболевания в кавычках являются являются нередко помимо действительной болезни внутренних органов оттока в связи с общей гиперэстезией чувствительности под влиянием сосредоточения внимания на ощущениях исходящих из внутренних органов каждый может убедиться на себе что сосредоточение внимания значительно усиливает чувствительность и дает возможность воспринимать то что при обыкновенных условиях не воспринимается так сосредоточив внимание на пульсации в пальцы человек через некоторое время начинает ощущать пульсацию которую до того не чувствовал аналогично этому происходит и у ипохондрика сосредотачивая внимание на ощущениях своих органов он начинает наконец испытывать ощущения недоступные человеку при нормальных условиях а получив эти ощущения считает себя больным этому помогает в значительной мере еще и то что вследствие неврастении у таких людей существует общая гиперэстезия повышенная чувствительность а иногда и самостоятельные неврологические и парэстетические ощущения кроме того очень нередко у таких людей существует и в действительности какая-нибудь болезнь во внутренних органах которая дает повод к появлению ненормальных ощущений в них например небольшой катар желудка присутствие глист в кишечнике и так далее таким образом появляющиеся ощущения приковывает к себе и без того напряженное внимание больного и вызывает в нем чрезвычайно определенную мысль о заболевании эта мысль сопровождается аффективным состоянием страхом вследствие чего мышление делается еще более односторонним так как человек растерявшись от страха не в состоянии внести в свои мысли тех поправок которыми спокойный человек исправляет прищечие ему в голову неосновательные мысли под влиянием болезни мысль ипохондрика работает в одном направлении фантазия и память о слышанном или читанном медицинских книгах воспроизводят представления о самых опасных болезнях вот почему ипохондрик при каждом небольшом заболевании думает что у него рак чахотка воспаление мозга и так далее внешнее проявление течения ипохондрии бывает различно смотря по степени болезни и индивидуальности больного самая частая и в то же время самая слабая форма болезни проявляется в форме простой мнительности очень обычной в публике при этом до поры до времени больной не нянчится со своим здоровьем но чуть у него что-либо заболеет он пугается и представляет в своем воображении самую опасную болезнь подобный же страх является у таких субъектов когда по соседству с ними являются заразные больные или во время эпидемии дифтерита холеры или ковида как в наше время иногда такая мнительность проходит через всю жизнь больного иногда даже она бывает как временное явление при каких-нибудь особенных обстоятельствах так например нередко она является у студентов медиков начавших изучать частную патологию и терапию называется болезни третьего курса на многих на многих из них описание некоторых тяжелых болезней производит сильное впечатление и они начинают сами находить у себя мнимые признаки болезни вроде чахотки спиной сухотки или прогрессивного паралича помешанных обыкновенно впрочем это мнительно скоро проходит при дальнейшем знакомстве с медициной речь идет о болезни третьего курса но кроме мнительности встречается нередко глубокая форма ипохондрии больной в таких случаях постоянно занят своим здоровьем внимательно сленит за всеми мелочами своей физической жизни останавливается на всяком ощущении пугается при малейшем изменении самочувствия и рисует в своем воображении самые страшные картины он постоянно говорит о своей болезни читает популярные медицинские книги из которых выносит конечно одни отрывки сведений которые дают материал для деятельности расстроенного воображения весь интерес таких больных заключается в их здоровье они стремятся говорить о своих ощущениях со всеми постоянно ходят к врачам описывая им самыми яркими красками свои страдания очень часто такого больного можно сразу же узнать как только он войдет потому что он начинает свой разговор с того что вынимает бумагу с длинным списком своих страданий которые он записывает боясь что-либо упустить при этом он старается изо всех сил чтобы врач не счел его болезни за пустяк а потому описывает свои страдания особенно сильными словами иногда преувеличивает иногда даже прямо обманывает врача для того чтобы заставить его обратить на его здоровье особенное внимание есть ипохондрики которые только и делают что ходят из прием на одного врача в приемную другого рассказывая свои ощущения и рассказывая о них всем другим больным ожидающим в приемной неудержимое влечение заниматься своим здоровьем обращать на него внимание составляет настоящую страсть многие из таких больных только тогда и довольны когда у них есть возможность поговорить о своей болезни это видимо доставляет им очень большое удовлетворение несмотря на то что во время разговора они изображают из себя необыкновенных страдальцев терзаемых самыми страшными мучениями такое состояние бывает то в большей то в меньшей степени то усиливаясь то ослабевая продолжается очень долго иногда до самой смерти в этих случаях особенно рельефно выражена та сторона эпохандрии которая заставляет причислить ее к дегенеративным психозам а именно изменения в сфере влечения непреодолимое стремление заниматься своим здоровьем на эпохандрической почве развивается иногда и другие формы душевных болезней принимающие при этом своеобразную окраску из них мы остановимся на эпохандрической меланхолии и эпохандрическом помещательстве и так эпохандрическая меланхолия меланхолия гипохондрика при этой форме на первом план на первом план на первом плане стоит аффективное состояние тоска или страх как и при меланхолии но вместо бреда самообвинения характерного для простой меланхолии здесь является бред эпохандрически больной мучится мыслью что у него какой-нибудь орган не в порядке что он должен погибнуть очень скоро от какой-нибудь опасной болезни дифтерита рака и тому подобное никакие уговоры не помогают больной мечется стонет не спит иногда покушается на самоубийство такая болезнь продолжается обыкновенно несколько месяцев и большей частью кончается выздоровлением в некоторых же тяжелых случаях такой формы больной под влиянием биопохондрических идей отказывается от пищи истощается и умирает ипохондрическое помещательство паранойя гипохондриака проявляется в нелепых идеях ипохондрического содержания безрезкого аффективного состояния большей части эти идеи абсурдны так например больной уверяет что у него нет кишек что у них мочевой пузырь вышел с мочой что у них высох спиной мозг но это говорится хладнокровно спокойно без выражения тоски большей части при этом бывает заметно порядочно выраженное слабоумие эта форма развивается иногда первично на почве ипохондрического настроения иногда же вторично как исход ипохондрической меланхолии но это старые случаи так называемой ипохондрической щезопринии но сейчас ее тоже нет и теология ипохондрия развивается у лиц принадлежащих к невропатической и психопатической фамилии чрезвычайно большое значение для развития болезни имеет кроме того воспитание преждевременное знакомство с медициной волнения родителей при малейшем заболевании детей имеют дурное влияние на последних и кладут основу болезненному влечению заниматься своим здоровьем очень вредно действует на бесхарактерных и пугливых людей влияние примера других ипохондриков производящей причиной служит появление неврастыни средств утомления малокровия также после половых излишеств или анонизма далее существование каких-либо болезней брюшной полости хронического катара желудка печени кишек лист в кишечнике наконец моральные явления известия о смерти близких лит боязнь эпидемии диагностика болезнь определяется по главным своим признакам чрезмерному страху за свое здорово наклонности думать о нем переоценке испытываемых ощущений и изощрению фантазии по отношению к своей мнимой болезни конечно важно при этом в каждом конкретном случае определить не только существование эпохондрии в той или другой степени но и выяснить относительное значение трех факторов о которых зависит эпохондрия а именно первое болезненного влечения сосредоточивать свое внимание и все интересы на своем здоровье и испытываемых ощущениях второе неврастыни и третье тех действительно болезней внутренних органов которые нередко служат поводом к ипохондрическим ощущениям например катар кишек кишок подвижная почка определить значение этих трех факторов очень важно для лечения ипохондрическая меланхолия узнается по существованию первичного и очень интенсивного аффективного состояния ипохондрическое помещательство по бредовым идеям большей части абсурдным неподдерживаемым аффективным состоянием прогностика или прогноз различна смотря по степени и условиям происхождения болезни в случае где на первом плане выступает многолетнее болезненное влечение заниматься своим здоровьем в таких где для больного занятия своими ощущениями разговор о них составляет весь интерес его жизни обыкновенно болезнь остается до самой смерти мнительность также остается нередко на всю жизнь если ипохондрический приступ вызван случайной неврастынией то он часто проходит по истечении нескольких недель или месяцев ипохондрическая меланхолия чаще всего кончается выздоровлением хотя в тяжелых случаях бывает и смерть от истощения ипохондрическое помешательство большей частью неизлечимо ну совершенно верно что такое ипохондрическая меланхолия это скажем ипохондрические проявления в рамках депрессии меланхолической да а что такое ипохондрическое помешательство это шизофрения раньше так и было да скажем так Так, ипохондрическая шизофрения. Сейчас её нет. То есть психоз. Лечение ипохондрии должно быть психическое и физическое. По отношению к ипохондрикам врачи часто ведут себя не совсем правильно. Некоторые, зная, как ипохондрики преувеличивают свои болезни, смотрят на них не как на больных, а как на мнимо больных, и совсем их не лечат. Но при этом забывается, что наклонность находить у себя несуществующие болезни есть тоже болезнь, и часто крайне мучительная. Следовательно, её тоже надо лечить. Другие врачи, напротив, заставляя больного чрезвычайно сосредотачивать внимание на различных симптомах и терапевтических приёмах, например, на чрезмерной диете, ещё более увеличивают болезненные наклонности ипохондриков. Отношение врача к ипохондрику должно быть внимательное для того, чтобы составить себе понятие о патогенезе ипохондрии в каждом отдельном случае авторитетное и ободряющее. Говоря с ипохондриком, нужно помнить, что он с чрезвычайным интересом слушает каждое слово врача, и потому остерегаться употребления ненужных слов. Иногда достаточно спросить больного о каком-нибудь симптоме, которого у него нет, чтобы этот симптом у него явился сейчас же по выходе от врача. Врач должен по возможности стараться, чтобы больной отвлекался от мысли о болезни, поэтому не следует сосредоточивать внимание больного на частном приёме лекарств, а правильнее выбирать лечение, соединённое с каким-нибудь занятием или получением новых впечатлений, например, путешествия, работы в поле, помещение ипохондрика в больницу полезно только в исключительных случаях. Большей же частью в больнице среди безделия, среди других больных ипохондрик ещё более сосредоточивается на своих ощущениях. Физическое лечение прежде всего должно быть обращено на удаление причины болезни, на лечение того органического страдания, которое может лежать в основе болезни. Я знаю один случай упорной многолетней ипохондрии, кончившейся, если не выздоровлением, то значительным улучением после удаления солитера, это глист. Далее необходимо обратить внимание на лечение неврастении. С этой стороны полезные укрепляющие средства мышья, железо, ляпец во многих случаях большую пользу оказывает лечение холодной водой, гимнастика, массаж, электричество, общая фарадизация и гальванизация, электрические ванны, морские купания, пребывание в южных местностях. Лечение ипохондрической меланхолии ничем не отличается от лечения простой меланхолии, то есть требует изменения обстановки, употребления успокаивающих стресс и т.д. Психические расстройства, только что рассмотренные нами, именно помещательства в форме навязчивых идей и эпохондрические психозы, причисляются по некоторым классификациям психозам, являющимся под влиянием конституциональных неврозов, именно неврастении и ипохондрии. Я уже упоминал, что некоторые врачи смотрят и на ипохондрию, как на особый невроз. Такое отношение к этим формам существует и у Крафт Эйбинга, поэтому рядом с ними стоят психические расстройства, находящиеся в связи с другими конституциональными неврозами, каковы эпилепсия и истерия, к которым мы теперь должны перейти. Психозы, развивающиеся под влиянием этих неврозов, как связанные с конституциональными изменениями, будут принадлежать к той же группе, группы психических конституций, которыми мы теперь и занимаемся. Ну, а об этом я вам зачитаю в следующий раз. А сейчас позвольте мне завершить чтение. Вот. И попрощаться с вами. Попрощаться. До следующего раза. Как всегда, как обычно, традиционно, рутинно. Я выражаю особую благодарность всем потенциальным слушателям этого ролика за проявленный ими интерес. И вообще благодарю всех. Всех подписчиков, всех гостей, всех посетителей этого канала за проявляемый ими интерес к содержимому, к, как говорят немцы, ингальд. Ингальд – это содержимое этого канала. Слушайте. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok